Будем показывать фокусы. 20 делить на 11 равно 1 плюс 9 одиннадцатых. Равно 1 плюс 1 разделить на 11 девятых. Обращаю внимание, что вот здесь выделилась та самая целая часть, которая была при делении. И возник остаток и делимое, делитель. И здесь они перевернулись, делитель стал делимым, а остаток тем, на что делят. То есть это на самом деле я просто делаю тот же алгоритм эвклида, только такой как бы мановением руки. Значит, что я дальше делаю? 11 девятых это 1 плюс 2 девятых. Оно же 1 плюс 1 разделить на 1 плюс 1 разделить на 9 вторых. Ну и, наконец, это 1 плюс 1 разделить на 1 плюс 1 разделить на 4 плюс 1 вторая. Двойка на целую уже разделилась. Здесь дальше не возникает никаких дробей. И тогда я говорю, что цепная дробь на этом закончилась. Вот это называется цепная дробь. И я говорю, что она на этом завершена. Теперь я пишу примерно равно. Вот представляете, вот математика примерно равно. Меня некоторые люди говорят, что вот как может быть математики примерно равны? Математики должны быть всегда точные. Это полная ерунда. В математике тоже много чего примерного. Ну как бы просто надо понимать, как мы с этим общаемся. Ампутация члена вот этого цепной дроби последнего органа. Я ампутирую ей вот этот орган. И пишу примерное равенство. Все обоснование, друзья мои, в отдельном разделе про цепные дроби. Большим, продвинутым и длинным. Сильно позже. А пока просто волшебство. И вот это волшебство сейчас мы с вами получим. Что это? Вот я отрезал одну вторую. Что это за дробь, если теперь свернуть? В обычную. Это 1 разделить на 1 плюс... Значит, 1 деленный... 1 плюс 1 разделить на... Ну, 1 плюс 1 четверть — это 5 четвертых. То есть это 1 плюс 4 пятых. То есть это 9 пятых. Вот. Теперь фокус-мокус состоит в том, что вот это на это со знаком плюс, а это на это со знаком минус. То есть я пишу 20 одиннадцатых примерно равны 9 пятых. А что значит примерно? Это значит, что знаменательный числитель примерно равен знаменательный числитель. Ну, дальше уже не составит труда, где нужно поставить плюс, а где минус, чтобы получить единицу. Ну, просто извините, по здравому смыслу. Ну, умножайте и смотрите. Это 100, а это 99. Значит, соответственно, плюс 11 на минус 9. На минус 9. И вот тут уже ошибиться очень сложно. Этим методом очень сложно ошибиться. Ну, нужно как бы его обосновывать. Обоснование — это... Ну, давайте я забегаю вперед, скажу, что за обоснование. Если я написал любую цепную дробь, то есть любое вот такое выражение, у меня потом будут вообще бесконечные. Ну, тут, значит, пока давайте вот с конечным. n плюс 1 тут вот. n плюс 2 у меня шага, да, нулевое, первое и так далее, n плюс 1. n плюс 2 этажа. Теперь я ее написал, что она примерно равна вот той же самой, только с отрезанным... с отрезанным вот этим последним членом. Значит, и это, соответственно, равно a0 плюс 1 на a1 плюс так далее. Вот, то есть, ну, понятно. Цепная дробь — это просто команда там что-то проделать, какие-то операции с обращением, прибавлением единицы, с новообращением, ну, прибавлением, точнее, какого-то целого числа, с новообращением и так далее. Поэтому потом поговорим. Так вот, если теперь я их сверну, то в результате, если слева было m на n, а справа k на l, то всегда будет всегда ml минус kn равно плюс-минус 1. Вот такая волшебная штука. Магия чисел, ребята. Просто магия чисел, правда, с полным ее разоблачением. Если это свернуть в обычную дробь и это свернуть в обычную дробь, если это были соседние как бы... одна отличалась от другой, просто отрезанием последнего вот этого вот этажа снизу, то они равны друг другу настолько точно, что ml минус kn это обязательно плюс-минус 1. Ну, а дальше уже понятно, вы таким образом можете решить уравнение mx плюс ny равно единице, подобрав там плюс или минус соответствующие знаки при kn. Вот, быстро и эффективно. Это арифметика цепных дробей. Но есть еще потрясающая геометрия цепных дробей, мгновенно их, так сказать, приводящая к алгоритму эвклида. То есть их... Вот то, что цепная дробь – это алгоритм эвклида, а алгоритм эвклида – это цепная дробь. Когда-то давно нас учили, что партия Ленин – близнецы и братья. Говорим партия, подразумеваем Ленин. Говорим Ленин, подразумеваем партия. Это что-то у Маяковского было. Вот, но вот говорим цепная дробь, подразумеваем эвклид, алгоритм эвклида. Говорим о алгоритме эвклида, подразумеваем цепная дробь, а переход к этому происходит так. Возьмем пару 20-11, изобразим прямоугольник, который имеет длину 20 и высоту 11. Мы от него отрезаем, значит, в начале квадрат 11 на 11. И остается вот здесь 11, а здесь, понятно, 9. Отрезаем квадрат, остается, значит, здесь 9, а здесь 2. Отрезаем 4 квадрата, ну и остается вот это, значит, 2 на 1, и, наконец, вот этот вот одничный квадратик последний. Ну, если проверить, то количество квадратов каждый раз, вот здесь был один квадрат, здесь был один квадрат, здесь было 4 квадрата. Это ровно то, что у нас получается в знаменателях вот этой вот цепной дроби, и ровно то, что получается в неполных частных алгоритмах эвклида. То есть это просто одно и то же. Вот этот геометрический алгоритм отрезания, это то же самое, что алгоритм эвклида, и то же самое, что разложение в цепную дробь. Ну и если у нас были какие-то два целых числа, то их отношение это рациональное число, дробь, и понятно, что за конечное количество шагов вот эти все алгоритмы, которые мы описали, остановятся, просто потому что в каждой из них укладывается целое число раз вот этот маленький квадратик. Мы всегда остаемся на сетке из маленьких квадратиков. То, что я сейчас сказал, это огромное количество математических идей, созданных еще в древнем мире. Любые два целых числа соизмеримые в том смысле, что единичный отрезок укладывается в каждом из них целое количество раз. Значит, понятие соизмеримость мы с вами пропашем вдоль и поперек всеми методами, которые есть. Алгебра, диаметрия, анализ, все. Соизмеримость – самое центральное понятие современной математики. Ну, такой математики, не то что современной, ну, как бы того облика, как она сейчас выглядит. Она складывалась там два последних века таким образом, или три. В общем, всей математики вообще, соизмеримость, про нее мы будем очень подробно говорить. А сейчас мы, на самом деле, полностью вооружены для того, чтобы отложить цепные дроби на будущее и заняться арифметикой остатков так серьезно, как только это возможно.